Коллеги, опять мы немножечко раньше начинаем, чтобы успели до того, как подойдет время вебинара, сказать, все ли видно, все ли слышно. Есть ли какие-то вопросы? Так, если все видно и все слышно, отметьте, пожалуйста, плюсик. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как у нас заведено. Отлично. Отлично. Вот сейчас у нас через две минуты мы начинаем, но чтобы не тратить время во время начала, вот я как раз, у нас есть одна минутка, пока у нас есть одна минутка, покажу вам книгу, которая только вышла и не имеет отношения к нашей теме, но мне она кажется очень интересной. Вот, значит, называется «Книги, изменившие историю». Совершенно роскошная книга, нелюбимого, кстати сказать, мной издательства Дорлинг Киндерсли. Вот, и, значит, так выглядит это все, не очень удобно показывать, но действительно роскошно сделанная книга, и там много содержания ее, да, спасибо большое. Вот, вот содержание ее, оно, видите, похоже немножечко на хронику, цветная хроника впереди. Значит, значит, сейчас я отвечу. Так, секундочку. Это просто из Якутии звонят, кажется, поэтому надо ответить. Алло? Алло, добрый день. Маргарита, очень прошу большое прощения, я вебинар веду, я вам перезвоню, как закончится, ладно? Спасибо. И начинается там, конечно, с рукописных книг и с любимой мной, просто обожаемого мной, Келсского Евангелия, который, вот, значит, сейчас видите, это вот рукописные книги и свитки. Свитки, вверху свиток Мертвого моря, а вот это вот как раз и Евангелие из Келси, совершенно. Ну, все, время мое истекло, то есть, вернее, начинается время нашего с вами вебинара, просто хотела показать эту книгу, потому что мне кажется, что это интересно. И вот мы с вами сегодня, я вам решила еще показать, мне представляется очень важная эта книга, это книга, посвященная безопасности и выживанию. Вообще сегодня, на сегодняшний день, книг по безопасности и выживанию, на первый взгляд, должно быть очень много, но на самом деле, если мы с вами присмотримся, то их не так уж и много. То есть, есть книги, которые просто, вот, ну, пишут люди, которые могут писать на любые темы, совершенно не заботясь о том, разбираются они в этой теме или нет. Специалистов реальных по безопасности и выживанию, конечно, не так много. Вот, понятно, я вот здесь привела не только книги, то есть здесь даже вот на этом развороте нет. Вот книг «Мозаики синтез», и вы видите, что здесь вот есть где-то на 4, 5, 5, 6 лет. Вот мои дети Дады разочитали эти книги, правила безопасности. Там их больше, там на море, в городе. То есть, все, значит, как бы показано на примере вот маленьких таких, маленького поросеночка, который все время попадает в какие-то глупые истории. Мама и его друзья его из этих историй, значит, вытаскивают. Это единственное, как бы недостаток, наверное, всех вот книг, указанных на этой стороне, на этом развороте, в том, что они как бы очень быстро уходят из печати. То есть, вот они напечатаны, значит, какой-то тираж разошелся. И большой вопрос, сумеем ли мы купить эту книгу еще раз, если захотим, чтобы она была в детском саду. И получается, что эта книга совершенно случайно оказывается у вас, но это вот действительно случай. И вовсе это не как бы плановая работа по формированию библиотеки, посвященной безопасности ребенка. Значит, есть безопасные сказки, она достаточно часто встречается и много раз переиздавалась. И что делать, если я видела ее в трех вариантах. У меня вот такой маленький вариант, изящный, но есть и большие. В общем, фактически они повторяются. Но тем не менее, вот две верхние книжечки, это уже все-таки 7-8 лет. И, к сожалению, дети не всегда их уже читают, в отличие от предыдущих. Значит, расскажу я вам про книжку, которая как раз издана в мозаике «Синтез». И она как раз посвящена маленьким детям, то есть совсем маленьким. Понятно, что она читается вместе с родителем, потому что здесь есть много заданий, которые ребенок в том возрасте, который обозначен для этой книги, конечно же, не в состоянии прочитать, да? Хотя может долго рассматривать ее. Немножечко механистичные, может быть, как тема дороги рисунки, но во всяком случае с большим количеством заданий. Обложка книги выглядит так. И, собственно, книга, как вы сами видите, посвящена теме безопасность на дороге. Сейчас мы с вами посмотрим, что мы можем найти в этой книге. Значит, книга открывается как бы больше похоже на комиксы и даже немножечко мелковатый шрифт для того, чтобы ребенок его мог прочитать. Поэтому мы с вами сразу понимаем, что книга ориентирована на чтение родителей с детьми. Значит, фактически, какие опасности поджидают ребенка на дороге. И надо сказать, что это весьма существенная опасность, потому что мы с вами понимаем прекрасно, что дети, когда что-то видят, что им очень нравится или чего им очень хочется, они уже не фиксируют окружающую обстановку. И вот мы видим, что ребенок, в данном случае слоненок, а не ребенок, собственно, и это правильно, он увидел киоск с мороженым. И, соответственно, у него только слово мороженое в голове, и он кидается через дорогу. И что на следующей же полоске изображений понятно, что его сбивает машина. Все здесь вполне так выглядит, хоть и опасно, но безобидно, то есть без напряжения для ребенка, но нужно сделать, выполнить следующее задание. Нужно посмотреть, взять наклейку. И если слоненок поступил правильно, то там, где есть вопросик, нужно, а нет, это нигде вопросик, а вот сюда приклеить наклеечку. Я вот как раз выделила вот это задание, чтобы вам было получше, его видно. Приклеить наклеечку, либо если он сделал правильно, это должна быть медаль, если он сделал неправильно, это должна быть грустная рожица. И понятно, что с ребенком нужно внимательно почитать, что подумал слоненок, что сказал ему водитель, что сказал санитар и так далее. То есть можно обсудить эту ситуацию, можно обыграть эту ситуацию с ребенком, потому что на самом деле такие вещи очень важны, именно потому что в случае, который касается безопасности, очень важно проигрывать ситуацию, то есть продумать ситуацию, что может быть, как себя в этом случае вести. Ты повел себя правильно, как ты повел? Ты повел себя неправильно, почему ты так повел? Как можно исправить ситуацию, где ты повел себя неправильно? И можно ли ее исправить? То есть здесь есть очень много возможностей для обсуждения на каждой страничке. В центре книги расположены вот эти самые наклеечки, из которых вы можете выбрать либо грустную рожицу, которая расположена вот как раз в верхнем левом углу, либо вот эти правильные, за правильные ответы медали. Очень приятно, что в книге среди наклеек гораздо больше медалей, чем грустных рожиц, что заставляет нас думать, полагать, что редакция, которая готовила эту книгу, лучше думает о нас всех, чем мы сами о себе. Следующий разговор – это переход дороги. Здесь рассмотрены два варианта. Левая сторона – это красный свет, то есть что ребенок должен сделать, когда мы подошли к переходу и видим, что горит красный свет. И, соответственно, здесь тоже задаются вопросы. Здесь нужно тоже посмотреть, как себя вести, как себя правильно. Правильно ли, например, слонятки делают, что остановились и никуда не идут, когда горит красный свет. Вот здесь загорелся зеленый, они посмотрели и пошли. И здесь тоже нам нужно ответить на вопрос, правильно ли они делают, что они пошли, в правильном ли месте они переходят и так далее. Значит, вот это еще один вариант. Далее рассматривается тема пешеходного перехода и тоже опасная ситуация, очень распространенная среди детей, потому что остановить это взрослый просто часто не в состоянии даже. Вот шарик или, мы знаем, еще более распространенный вариант мячик покатился по дороге. И, опять же, ребенок уже не видит ни машин, ничего, он видит только этот мячик или шарик. И, соответственно, бросается за ним. Ситуация просто распространенная, дальше некуда. И ты можешь проводить сколько угодно занятий, пока вот этот навык не дойдет до автоматизма, значит, вот эта история будет повторяться. Поэтому, значит, надо, конечно, ее разбирать не только в книге, надо, когда идешь, разбирать ситуации, какие могут быть опасны. И, значит, вот здесь рассматривается вариант, когда все-таки слоненок не бросился за шариком, а все-таки подождал перехода. Но мы понимаем, что к этому времени шарик мог и улететь, и шарик мог лопнуть, и много что с шариком могло произойти. Поэтому, конечно, здесь не ситуация, когда слоненку предлагается спокойно дождаться, когда машина остановится. В общем-то, скорее ситуация, когда слоненку предлагается смириться, что если уж ты упустил шарик на дороге, то поймать его не судьба. И это было бы правильным решением, потому что гораздо важнее, чтобы остаться самому живому, чем рискуя и подводя еще и других вдобавок бросаться за шариком. То есть вот здесь можно подойти с разных сторон, потому что безопасность и в отношении, собственно говоря, к шарику тоже скрыта. И это мне представляется очень важным. На это стоит обратить внимание и рассмотреть эту ситуацию по-разному. Ну и, как вы видите, здесь тоже есть вопросы, и есть наклеечки, которые можно наклеивать. И, скорее всего, это не те наклейки, которые наклеивает ребенок, а те, которые выдают ему взрослые за правильно решенную задачу. В книге еще много страниц. Я просто здесь их не стала приводить. Но и заканчивается книга вот таким приятным бонусом, когда можно выписать ребенку диплом, если он правильно на все вопросы ответил. Вы почувствовали, что он фактически не только правильно отвечает, но и отдает себе отчет в своих действиях, что очень важно. И, наконец, здесь вот есть у нас промокод, по которому, если вдруг вы захотите получить какие-то книжечки, вы сможете их купить на 15% дешевле. Я прощаюсь с вами до наших следующих встреч. Спасибо вам большое. Удачи в работе. И пожеланий найти для вашего ребенка лучшие книги. До свидания.